Ребята, всем привет, привет. Надеюсь, что у вас сегодня такое же настроение, как всегда, солнечное, радостное. Давайте поделимся своими эмоциями. У меня вот так. У кого какое настроение? Смайлики, смайлики. Алекс, Алекс, это что такое? Вау, ты готовился к уроку, я вижу. Классно. Все видели, что Алекс показал нам? Целую на выбор кучу смайликов. Так, ну что, пока мы тут все собирались, Аким мне напомнил, что можно делать ребусы. Да, Аким? Сейчас мы с вами будем гадать ребусы. Так, где тут? Вот он. Конечно же, ребус не просто так, а по теме. Старый вопрос? Нет, я сказала ребус. Угу. В личку написать. Давайте, да, пишем в чат свои ответы, пишем чат мне в личку. А как ты так быстро это сделала? Вообще, за секунду. Что же это за слово такое загаданное? Ух тыж, ух тыж, как вы быстренько справляетесь? Это слишком легкое задание, надо вам что-то посложнее придумывать уже. Бахар, Аким, Сара, да, все правильно. Кто-нибудь еще будет что-то писать? Извините, это ребусы или один общий? Вообще, здесь два слова. Георгий, что это за куча вопросов? Где ты, Георгий? Отзовись. Ничего не понятно. Не слышно. Ничего не понятно. Ничего не понятно. Не слышно тебя вообще очень плохо. Так, ребята. А ну-ка, вот те, кто мне написал уже, Сара, Аким, Бахар. Еще раз внимательно почитайте. Ну, разгадайте ребус еще раз. Да вы мне только половину написали. Половину темы. Так, мнения разделились в итоге. Ну что, озвучиваю? А можно сказать озера и болото. Да, Сара, молодец. А почему ты только озера написала? Я думала, ты болото не заметила. В общем, в общем, в общем, часть у меня ребят написали озера, часть ребят написали болото. И как-то пополам получилось. Смотрите, да, сегодня тема у нас озера и болото. Это продолжение нашего раздела гидросферы земли. Да, Бахар, болото и озера. Сейчас я презентацию открою. Так. Ой, это конец. Нам надо начало. Так, должно быть хорошо все видно на весь экранчик. Ребусы вы хорошо разготовите. Молодцы. Смотрите, ребята. Озер на земном шаре огромное количество. Здесь я на слайдике привела несколько примеров. Думаю, самых известных озер на земле все хоть раз о них что-то слышали. Хотя бы название. Озеро Ньяса, которое находится в Африке, Танганьика, Байкал, естественно, все знают озера это такие водоемы в природных углублениях на поверхности суши и вода в озерах она может быть либо стоячей, либо слабопроточной. Что значит стоячая и слабопроточная вода? Кто может объяснить? Руку поднимаем. Кто первый, тот объясняет. Сара. Стоячая вода это для таких источников откуда добавляется новая вода. То есть, например, река выходит из какого-то родника, там смешиваются воды родника, еще она сама по себе движется, и потом она впадает в море и перемешивается с водами моря. Да, хорошо. Анюта? Стоячая вода это, если я не ошибаюсь, про это спрашивали. Да, стоячая вода или слабопроточная вода? Проточная вода это вода, допустим, река, у нее есть течение, и вот как бы она течет, допустим, в определенную сторону, а стоячая вода это болото, когда у нее нет течения, и вот просто стоит как в чашке вода, так же в болотах. Да, молодцы, девчонки сошлись волнения, я с вами тоже согласна, поддерживаю обеих. Или на балкон, или в комнате, без игры. Так, дальше. Какие бывают озера? Сейчас будем разбираться с этим вопросом. Я немного не понял. Кирилл, если ты хочешь что-то сказать, пожалуйста, нужно поднять сначала руку. Значит, какие бывают озера? Существует несколько классификаций озер по разным признакам. И начнем мы с того, что вообще в принципе, где у нас на земле находятся водные запасы на суше. То есть помимо рек, о которых уже упомянули девчонки, и помимо рек, с которыми мы уже познакомились на предыдущих уроках, водные запасы на суше распределены в озерах и болотах, в подземных водах и льдах и в снегах и ледниках. Я думаю, что эта информация для вас не новая, напоминаю, и я точно помню, что вы все это вспоминали на прошлых занятиях, и мы это уже обсуждали, поэтому я уверена, что вы все это знаете. Общая площадь озер на земле не так уж и велика, это всего лишь около 2 миллионов квадратных километров. Ребята, вот смотрите, у меня всегда есть такая проблема, когда мне говорят какую-то большую цифру непонятную, я не представляю себе вообще сколько это. Вот кто себе представляет 2 миллиона квадратных километров, поднимите руку. Я лично вообще не понимаю, сколько это. Мия представляет. Так, Лиза, Алекс. А ну-ка, Лиза, расскажи, пожалуйста, 2 миллиона квадратных километров это сколько? С чем это сравнить? На что это похоже вообще? Как мне это себе представить? Ну, мне тоже трудно представлять. Тоже трудно представлять. Так, Алекс. Я представляю это себе как по сути либо щиты для России вновь, либо небольшой океан 2 миллиона вновь. Так, как есть вновь. Небольшой океан. Так, это как один из вариантов. Хорошо, возьмем на заметку. Сара. Ну, это, наверное, представляет как какой-нибудь пример Австралии. Так, сколько площадь Австралии? Сейчас посмотрим. Кто-нибудь помнит? Площадь Австралии. Так, площадь Австралии чуть больше, чем 7,5 миллионов квадратных километров. Ну, это немножко побольше, чем 2. Значит, одна третья от Австралии. Так, вот уже у нас вырисовывается какая-то... Да я хотела сказать, что это как 4 СССР. Не, еще раз, специально для тебя напоминаю, что у нас есть правило, пожалуйста, не выкрикиваем. Поднимай лобку. Так, ребята, смотрите, я подумала о том, что сложно, да, представить себе, и было бы неплохо с чем-то это сравнить. То есть, 2 миллиона квадратных километров вообще какая-то непонятная цифра. Это не единственная цифра, которая сегодня у нас будет, поэтому вот в процентах, да, очень понятно представлять себе там на круговой диаграмме. То есть, примерно полтора процента площади суши занимают озера, да, но по общему количеству их очень много. И вот для того, чтобы понять, что же все-таки эти 2 миллиона квадратных километров, я нашла страну, с которой очень легко сравнивать, потому что ее площадь составляет 1 миллион квадратных километров. Эта страна, кто знает, какая это страна? Арабские Эмираты. Так, нет, это не Арабские Эмираты, Варя. Египет. Египет. Да, эта страна Египет, ее площадь почти миллион квадратных километров, поэтому представляете себе, да, теперь, что площадь всех озер на земле, это как две страны или две территории Египта. Вот так, вот здесь на карте мира видно, да, красненьким выделено, можно себе это теперь сравнивать. Так, дальше. Для того, чтобы сформировалось озеро, необходимо два главных условия. Первое, это наличие воды и понижение в рельефе, в котором скапливается эта вода. Такое понижение называется озерная котловина. Бахар, ты что-то хочешь сказать? Мне просто эту карту не видно. Плохо слышно. У меня эту карту сейчас не видно. Бахар, я вообще не понимаю, что ты говоришь. Ты с телефона плохо очень слышно. Можешь написать в чат. Я что-то слышу про карту, а что именно не пойму. Так, значит, условия формирования озер. Дальше. Так, Мерт, Светлана, меня нормально слышно? Да, хорошо слышно. Мерт мне написал, что меня плохо слышно. Мерт, значит, что-то, я даже не знаю, он сейчас меня услышит или нет, что-то со звуком у него. Так, озера различаются по происхождению котловин и по свойствам воды. И от этого может зависеть, или даже можно сказать напрямую зависит форма, размеры, глубина, соленость, ну и разные другие свойства озер. Смотрите, пожалуйста, озера, которые образовались в разломах земной коры, они обычно узкие, но длинные и очень глубокие. И озера, которые образовались в прогибах земной коры, они обычно крупные по своей площади. по площади. Так, кто знает, какие озера на рисунках? Кто знает, кто знает? Сара. Первое это Байкал, а второе это Каспийское море. Отлично, да. Бахар, рука поднята до сих пор. Что-то хочешь сказать? Нет, нет. Хорошо, да, Байкал и Каспийское море. То есть запоминаем, да, что, соответственно, Байкал образовался в разломах земной коры, а Каспийское море это озеро, которое образовалось в прогибе земной коры. Озера Старицы. Это точно вы все знаете, Лиза, наверное, хочет сказать, что такое Старицы. Я хотела спросить, почему Каспийское море это озеро? Лиза, смотри, у каждого водоема есть свои характеристики, да, и по всем характеристикам Каспийское море является озером. Просто название исторически так сохранилось, ну, оно же очень крупное, да, и люди там в древности они не знали, что это озеро, то есть у них не было таких характеристик, которые мы сейчас разработали, ну, в современном мире, и они просто называли его морем, поэтому сохранилось название моря, и все. Понятно, спасибо. Да, и еще плюс на крупных озерах очень большие волны могут быть, прям вот как на морях, на океанах, поэтому исторически так сложилось, что его изначально назвали морем, поэтому название такое осталось. Так, старицы. Старицы, про старицы вы тоже все знаете, кто нам напомнит, Сара? Старицы, это когда река текла, 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 и во время половодия она расширилась, и после этого, после того, как половодие заканчивается, она выбирает для себя путь, который будет по прямой, который будет для нее максимально удобен, и через какое-то время новый путь, новое течение, новое русло отделяется от старого, и это старое, оно образует такую продольную вытянутую старицу. Да, хорошо. Вот здесь на картиночке видно, что отделилась часть русла от реки, образовалась новая, возможно, здесь, либо это могло быть такое подтопление во время половодия, которое потом осталось вот в этом углублении. Да, абсолютно верно, это у нас озера старицы. Дальше, есть озера, которые занимают кратеры потухших вулканов, соответственно, тоже один из типов образования озер. Светлана, мы пустим мир там на урок? Вот он, видимо, да, он там со звуком были проблемы, решил перезайти, по всей видимости. Так, смотрите, дальше, и в горах, и на равнинах распространено немало ледниковых озер, то есть это еще один из типов озер. На равнинах древние ледники, они прокладывали, да, можно сказать, или выпахивали понижением в твердых кальных породах. Мы с вами знаем, что есть даже поговорка такая, да, кто знает, вода камень точит, то есть вода настолько сильная, насколько это слово применимо здесь, да, что может даже обточить камни. И вот как раз ледники сделали или создали, в результате движения ледников создавались озера. Очень часто, конечно, ледникам все-таки помогали, можно сказать, в этих, в создании озер движения земной коры, но все-таки. Примеры ледниковых озер на слайде, я думаю, вы уже все почитали, да, это Ладожское озеро, Онежское озеро, это озера в России, и великие озера Северной Америки, одно из них, это озеро Онтарио. Так, это у нас Запрудное Сорецкое озеро в Таджикистане, на Памире в начале 20 века, горный обвал перегородил реку, и в результате образовалось Запрудное озеро. Внимание, да, еще один тип озер, Запрудное. Обратите внимание еще здесь на то, что в образовании озерных котловин участвуют как внешние, так и внутренние силы Земли. Кто помнит эту тему, внешние и внутренние силы Земли, кто может напомнить нам? Варя? Например, внутренние силы Земли, это землетрясение, перемещение титанических плит, а внешние силы Земли, это осадки, осадки. Осадки, да, разные типы осадков, бывают дожди, снега, град, кроме осадков это еще может быть давление, ветер, также движение воды по поверхности Земли, да, все правильно, Варечка, отлично, то есть, опять же, еще раз, в образовании озер участвуют внешние и внутренние силы Земли, некоторые озера это остатки древних морей, вот, например, Каспийское море или Аральское море, к сожалению, от Аральского моря на данный момент уже практически ничего не осталось, здесь оно флажком обозначено, это остатки древних морей, и еще существует множество водоемов, которые созданы человеком, это пруды и водохранилища, их часто называют рукотворными озерами, для создания водохранилищ люди на реках строят плотины, и тогда вода здесь задерживается, конечно, это все очень влияет на экосистему территории, но однако же человек очень сильно меняет вообще природу в принципе под себя, под свои запросы, ну, а пруды это тот же водоем, это могут быть небольшие водоемы, как на участке дома у нас, да, это могут быть какие-то городские пруды, у нас вот в городе, кстати, очень много прудов в разных районах города, да, Лиза, и никто не взял пруды, но я живу возле водохранилища, о, да, вот, пруды, ну, они такие небольшие, да, водоемчики, Сара. У нас есть рядом, например, Камское водохранилище, оно настолько большое, что его называют Камским морем. Да, да, кстати. А где ты живешь? Очень часто водохранилище называют морями, у нас вот в Краснодарском крае тоже есть водохранилище, его тоже часто называют Краснодарским морем. Георгий что-то хотел сказать, передумал? Георгий, я не знаю, не слышно, не видно. Варя? Вот Ладожскому озеру не хватает вот чуть-чуть признаков, чтобы стать форем. Да, это точно. Так, давайте продолжим. Какая вода в озерах бывает? Помните, мы, когда начинали только говорить про водоемы, у нас были разные типы воды. Там была соленая вода и пресная вода. И вот в озерах бывают пресные воды или озера, соответственно, бывают пресные. Например, это когда в котловинах собираются атмосферные осадки, вода оттаяния ледников, вода из подземных запасов, либо вода, которая приносится реками. Тогда образуются пресные озера. Объем воды в озере может меняться в зависимости от времени года. Во влажном климате, например, преобладают пресные озера. Кто помнит признаки пресной воды или вообще вот это определение солености и пресности? Как мы это определяем? Сара? Соленость и пресность она вроде бы в промиллях считает. Чтобы определить вода соленая или пресная, нужно ее налить в какую-то чашу и эту чашу нагреть. Если после того, как вода испарится, там устанутся мелкие кристаллики соли, то значит вода соленая. Да, и по количеству этих кристалликов соли в граммах мы определяем соленость воды. Вот здесь смотрите, например, бывают разные степени солености. Пресные воды это те, в которых до 1 промилле соли, то есть до 1 грамма соли на литр воды. Солоноватые от 1 до 35 и соленые это более 35 грамм солей на литр воды. Хорошо. Так, пресные озера. Здесь вот у нас пример озера Титикака, самое высокогорное озеро в мире. Находится, кто знает, какие здесь горы? Южная Америка. Сара? Анды. Да, абсолютно верно, Анды, то есть находится в Андах. И соленые озера. Пример тоже это озеро Баскунчак, это в России находится озеро. Соленые озера обычно встречаются в засушливом климате. Пресные озера, как правило, сточные, то есть такие, из которых вытекают реки. Озера, из которых нет речного стока, называются безсточными. Они, как правило, соленые. Здесь у нас очень известное озеро Баскунчак и еще есть одно озеро Эльтон. Это бесточные озера, и в них добывают поваренную соль. Здесь такую картиночку вставила, видно прям вот эти слои соли на берегах. Добыча соли здесь происходит. Так, Мертвое море. Ну, Мертвое море это любимая тема всех учеников всех возрастов. про Мертвое море все знают, особенно Алекс. Алекс, я когда делала этот слайд, думала о тебе. Сейчас Алекс нам расскажет. Давай. В Мертвом море я видела в новостях, что кто-то утонул. Где? В Мертвом море? Да. Кто-то утонул? Да. Это возможно вообще? В принципе, это возможно. Если ты будешь лежать и не управлять своим телом, то это возможно. Захнутся и ну, возможно, конечно, потерять зрение. если захлутся пол. Извини, пожалуйста, я тебя останавливаю. Давай мы о чем-нибудь хорошем поговорим, пожалуйста. Ладно. у тебя такой суровый мужской подход сразу. Всякие страшилки начинают нам рассказывать. Давай, что ты знаешь интересного про Мертвое море? Я живу не знаю. Ну, я живу не Мия. Ох, Мия. Хватит летать. Алекс, давай. Я знаю, что в Мертвом море нельзя уголвать. Знаю, что там возле Мертвого моря есть много отелей и клубов. Я была в Мертвом море где-то недельки четыре назад, в принципе, месяц. И если быть в море больше тридцати минут то будет то по всему телу начнутся красные пойдут красные пятна. Раздражение, да, может быть. А также если есть какая-то болячка, то есть допустим, я когда был в Мертвом море, там же есть соль на перилах спуске. Я когда лежал, я поцарапался, я поцарапался об этот спуск капсуал, было не воносимо вольным. Ну, в принципе, что там люди делают на море? Просто ходят, купаются или еще что-то делают? Иногда может есть возле Мертвого моря есть специальный магазинчик, в которых продается допустим, грязь, какие-то крема и все остальное. В Мертвом море, допустим, сейчас, там сейчас есть солевые шарики, которые в дальнейшем можно использовать в ванне как будто и на Мертвом море. Так. А знаешь, какая соленость Мертвого моря? Нет. Я знаю. Спасибо, Алекс. Никто не живет и когда-то было то, что вода опустилась на метр и можно было погулять. Когда мы там в земле гуляли, я увидел стул пластиковый. А, пластиковый? Да. Много чего остального. Ну, у меня там есть в телефоне пароль. Хорошо, Алекс, спасибо большое тебе, кто делит что с нами своим опытом. Так, смотрите, ребята. И есть еще в этом море есть еще блинчики солевые, на которых можно стоять. в принципе туда люди ездят, чтобы покупаться. Интересно, про блинчики я не слышала никогда. Ну, такие солевые круги появляются иногда. Еще туда ездят люди, чтобы пособирать эти шарики, быть в грязи. Это лечебная грязь. Я тоже собираю. в принципе все. Мы попытались притащить нашу бабушку, но она все. Ну, 95 лет. Она, наверное, была там не один раз в свою жизнь, поэтому ей уже неинтересно. Так, Алекс, спасибо большое. Добавлю, что соленость Мертвого моря составляет 300 промилле, то есть это значит, что в одном литре воды содержится более 300 грамм соли. Так, Знаменитое озеро Байкал находится в Южной Сибири. Оно не только самое глубокое в мире, но еще славится своей чистотой, своей прозрачностью, прозрачностью своей воды. И это крупнейшее пресное сточное озеро. В него впадает более 300 рек, вытекает из него всего лишь одна единственная река Ангара. Охрана вод этого уникального озера является важной государственной задачей для России. Вода здесь, почему здесь такая прозрачная вода? Потому что в этой воде живут такие интересные животные, рачки, которые эту воду очищают. Вода в озерах, как и везде в природе, все время находятся в движении. И чем больше озера, тем заметнее волны на поверхности озера. Конечно, неудивительно, что на таких озерах, как, например, Каспийская, Байкал, Ладожская, Нежская, которые мы сегодня вспоминали, там тоже очень часто бывают высокие волны и даже штормы. Сара? Знаю, что ветер Байкала называется Баргузин. Еще раз, Сара, пожалуйста, не поняла. Я знаю, что ветер на Байкале, который называет Баргузин. Да, ветер, хорошо, да. И рядом с Байкалом еще находится Баргузинский заповедник. Хорошо. Так, и вторая часть нашей темы сегодняшней это болото. Как образуется болото? Со временем озера могут мелеть и зарастать. И образуются такие места, в которых очень много влаги и плохо испаряется вода. В результате появляются болото. А что такое заповедник? Заповедник это территория, на которой людям запрещено вести свою хозяйственную деятельность. Там можно погулять, посмотреть, пофотографировать птичек или других животных, но очень много запретов разных. Нельзя там цветы собирать, нельзя ну там ничего, в общем, природу трогать нельзя. Можно только ходить, наблюдаться красотой. Кирилл. я немного не понял, как вот эти вот озера изобразуются, то есть они вырастают, вода не испаряется. Из-за чего вода не испаряется? Образуются озера или образуется болото? Образуется болото. вот здесь я говорила, но я сказала, что озера мелеют, то есть вода из них уходит, да, или вода испаряется, и из-за этого территория этого озера начинает зарастать и образуется болото. На поверхности может появиться мох. Посмотрим, как выглядит мох. Вот этот моховой слой постепенно разрастается, утолщается и образуется трясина. На трясине могут вырасти болотные травы, кустарники и даже деревья. Из-за того, что этот слой растительности становится слишком тяжелым, то есть эта трясина проваливается на дно и этот провал снова зарастает мхом. А мох такое растение, в котором содержатся бактерицидные вещества. То есть эти вещества убивают бактерии. Из-за этого мох не разлагается под действием бактерий и скапливается на дне этого болота. мх соответственно когда мох оказывается под водой на глубине этой трясины, то на него сверху еще действует давление слой воды, оказавшийся сверху новая растительность и так далее. И под давлением этим из остатков мха и других растений образуется торф. Вот постепенно эти растительные остатки накапливаются, накапливаются, прессуются под этими слоями воды и других растений и образуется торф. Вот эта мощность или слой торфа может достигать примерно 10-12 метров. Есть болота, в которых этот слой еще больше. Как образуется болота? Кроме того, что они образуются из озер, еще они могут образовываться в условиях избыточного увлажнения, то есть там, где слишком влажно, и в условиях затрудненного стока в низинах и на ровных участках поверхности земли. Очень обширные такие тропические болота в бассейнах рек Амазонка, которые находятся в Южной Америке. Про Амазонку мы с вами говорили уже несколько раз. И на реке Конго в Африке тоже очень много болот. Особенно много болот в северных районах Евразии, в основном, конечно, в России, на тех территориях, где холодно и влажно. Кроме того, в самых суровых условиях Крайнего Севера, где многолетняя мерзлота, эта мерзлота не дает водам просачиваться вглубь. Поэтому на поверхности образуется много болот. То есть многолетняя мерзлота это что такое? Кто знает, что такое многолетняя мерзлота? Старо? Это когда почва она как бы застывает во льду и потом даже когда лето на короткий период снег растаивает, то почва все равно до какой-то глубины она промерзлая. Да, молодец, абсолютно верно. То есть это места, где слои горных пород не оттаивают в течение нескольких лет даже, до многих тысячелетий. И нигде в мире она так широко не распространена, как в России. То есть в России больше всего этих территорий. Да, Георгий. Георгий написал мне, что самое большое болото Васюган. Васюганские болота их еще называют территория Васюган. Мия, слушай, пожалуйста, я говорю, это название большого болота на территории России. Площадь, это Георгий нам написал, если что. Площадь его равна двум полуостровам Крым. То есть для сравнения, да, здесь у нас, а, здесь вот он, Крым, видно, маленький. Вот, Васюганские болоты, да, очень известные и крупные по территории. Так, вернемся к многолетней мерзлоте. Значит, многолетняя мерзлота это слои мерзлых горных пород, которые не оттаивают в течение очень долгого времени. И заключительный слайд нам говорит о том, что общая площадь болот в заболоченных и заболоченных территорий на земле более 5 миллионов квадратных километров. То есть теперь мы с вами представляем, что это 5 Египтов. Болоты имеют огромное значение для питания рек. Некоторые реки берут свое начало в болотах и болота служат источником торфа. Торф тоже очень важен в промышленности. Люди научились его использовать, добывать, используют как топливо, как удобрение. Но в то же время напоминаю всем, что болота это опасные места, третины, топи, высокая влажность, сырость в этих местах могут являться угрозой для человека. Где-то это может быть наоборот слишком повышенная влажность, а в некоторых местах это угроза торфяных пожаров. Вот так. Так, ребята, есть какие-то вопросы? Вопросики? Вопросиков? Нет. Так, ну что, квиз попробуем? Ольга? Только хотела спросить, а будет квиз? Да, сейчас я сейчас я сейчас так переименую. Светлана Бахар была у нас или нет? Так, что-то выкинула, да? Так, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Сейчас ссылочка сформируется. А я, кстати, живу совсем рядом с Ладожским озером. Кручь. Я тоже хочу. могу сказать. Сейчас. Давайте я в часу, во что-то хочешь сказать? А мы будем тесно вектора? Не слышу, ничего не поняла. А мы будем тесно вектора? Вот сейчас я отправляю ссылочку все участники конференции. Я живу в городе Бершева. Я здесь вижу только маленькую акционную век озеро. Ну, почерп. Пан Мастур. Мия, ты зашла в квиз? Сейчас зайду. Давай, заходи. Зашла. Это чего-то то, что это чего-то то, что нашу признан запросу. Что здесь стоит? Так, сколько у нас человек? А он не дает пишет, что ошибка. Попробуйте еще раз проблема с кодом. Сара, не знаю, что. Попробуй, пожалуйста, еще раз. Вот, может быть, ты код вводила? Может, неправильно ввела? Нет, я сейчас направляю в чат. Сара, я тебя вижу. Там есть. она могла знать, как отразиться здесь, а потом ее выкинула и мы все равно здесь ее видим. Отправила. Что-то грузит. Давай я тебе еще раз отправлю сейчас попробую. не знаю даже, что это такое. Получается или нет? Нет. Ну, Сара, ну давай тогда будешь писать ответы мне в чат. Хорошо. А я буду всем хвастаться твоими ответами. Согласна? Да. Давайте вот так сейчас. Так, какое полезное ископаемое добывают на болотах? Ой, что-то так времени мало. Лиза, вопрос? Да, тут написали мне что-то, что-то у вас короче сломалось и попробую еще раз я расскажу. У меня тоже. Что такое? Что такое? Вначале было очень много этих кочек. Проблема что-то такое. Ребята, я не знаю, что это такое, правда. Так. Что я делаю? Давайте делаем так. Смотрите, всем экран мой видно. Всем экран мой видно. Значит, все, тогда у кого что-то не работает, вы можете писать ответ в чат. Мне в чат. Я читаю все ответы. Да, конечно, мы не сможем в конце там таблицу турниру посмотреть, но зато мы проверим, как вы внимательно слушали, проверим память вашу, вы сами себе такие напоминалочки сделаете. Так. Какое полезное ископаемое добывают на болотах? Все мне пишут, что это торф. Да, ребята, вы все правы. Так, поднятые руки вижу. Алекс, вопрос. Георгий, у многих не работает квиз, я не знаю, почему не работает. Не могу ничего с этим сделать. Я пробовала найти какой-то другой, но пока что мне этого не удалось. Так, следующий вопросик. на рисунке изображено возникновение болот. Смотрите, пожалуйста, какой тип возникновения болот изображен на рисунке. Давайте вот так побольше сделаю. То есть было у нас вот здесь озеро, потом оно стало мельче, мельче, в итоге вообще образовалось болото. Можно по циферкам, да, здесь если много писать, один, два, три, четыре, слева-направо считаем. Мерт, вопросы есть? Когда мы спрашиваем через работу? Мерт, я не знаю, я не создатель этого сайта, поэтому я не могу ответить на этот вопрос. Так, ребят, я не знаю, кто его сломал, я не знаю, почему так происходит. здесь у нас происходит да, вижу все ваши ответы. Так, ребят, обратите внимание, что здесь происходит зарастание озера. Растительность здесь, смотрите, была по берегам сначала озера, потом озеро становилось меньше, растительности больше, и в итоге растительность тут все заросло. Укажите причину образования болот. Большое количество осадков, можно отметить его как ответ 1, недостаточное количество осадков 2, избыточное увлажнение 3, наличие мерзлоты, горный рельеф 4. Так, 4, 3, 2, 3, 2, так, что-то мнения у нас разделились. Мнения разделились, давайте разбираться. Избыточное, где-то у нас был слайд, слайдик был у нас, сейчас напомним про образование. Так, условия формирования озер, а, нет, не было, да? Я перепутала. Так, смотрите, причина образования болот, это у нас избыточное увлажнение, плоский рельеф, Сара. Ну, основными причинами образования болота, я думаю, это считается зарастание озер и избыточная влажность. Да, Сара, да. Так, следующий вопрос, какое происхождение имеет котловина озера Байкал? Вспоминайте, я говорила, что там озера бывают, там был пример с Байкалом и с Каспийским морем. Как образовалось озеро Байкал? Старичное? Так, кто мне написал Старичное? Так, тектоническая, Варя, Сара. Молодцы. Вулканическое, Старичное, Ведняковое. Ребята, ребята, озеро Байкал образовалось в результате разлома земной коры. Значит, это тектоническое происхождение. Углубление, в котором находится озеро, как называется? Русло, котловина, впадина или устье? Русло один, котловина, два, впадина, три, устье, четыре. Так, ответы читаю. Два, два, что такое пять, два, Георгий? Два, три, впадина. Имеется ввиду пятый вопрос, второй ответ. А, хорошо, поняла. впадина, впадина. Что, Сара? У меня получилось зайти на квисе, я даже смогла ответить на вопрос. Сейчас посмотрю, будешь победителем у нас там, значит, всем остальным не удалось, а тебе удалось. Так, ребята, это называется котловина, озерная котловина. Следующий вопросик. Крупнейшее озеро планеты. Крупнейшее озеро планеты. Гурон, Байкал, Мертвое море или Каспийское море. Так, у кого там? Так, 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 четвертая, четвертая, четвертая. Пока что все голосуют за четвертой. Хорошо, хорошо. Мнение у всех совпадает. Это Каспийское море, да. Так, давайте еще парочку вопросов и будем завершать. Сара, еще вопросы? Руку забыла опустить. Алекс, а ты что-то хочешь спросить? Я хотела сказать, что я смог зайти на квизи. ну, все все равно сейчас будем завершать, у нас уже время. Так, озера, образовавшиеся из-за изгиба, реки, имеющие форму подковы, будут называться запрудные, карстовые, старичные или изнелистые. Старичные, старичные, да, это озера старицы. Да, хорошо. Так, ребят, будем завершать. Давайте подожду еще немножко ответы ваши. изнелистые. Анюта. Так, ребята, внимание еще раз. Это озеро Старицы, старичные озера. Лиза, вопросы? Я зашла. Я была все. Слушай, выходи, выходите обратно все. Так, ребят, время наше подошло к концу. Спасибо вам, что все вы приходите ко мне, вас рада видеть, всех, особенно те, кто постоянно, мне кажется, все у нас постоянные уже, да? Светлана, спасибо.